Всем привет! Мне пришло тут недавно письмо счастья от YouTube о предстоящих налоговых изменениях. Если вам пришло подобное письмо и вы также озадачены этим вопросом, то, надеюсь, моя инструкция будет полезна. В этом видео я расскажу, что же за налоговые изменения нас ждут, что же Google, AdSense и YouTube от нас хотят заполнением этих форм. Как заполнить налоговую форму V8BEN для граждан России физическое лицо. По образу подобия вы также можете заполнить и для других стран. Насчет юрлиц не знаю, не пробовал, может быть там что-то похожее, но скорее всего вам придется предъявлять какие-то документы. Для физических лиц ничего предъявлять не пришлось. Также я постараюсь осветить такой вопрос, что же вам за это будет? За заполнение всех этих форм и предоставление всех своих налоговых данных. Итак, что же нам тут написал YouTube? Сообщаем вам, что в 2021 году компания Google начнет удерживать налог в соответствии с налоговой системой США, с доходов авторов из других стран. Изменения необходимы для выполнения требований, законодательство, бла-бла-бла, вступят в силу не ранее июня. В общем, ребят, на самом деле я с этой штукой знаком уже очень давно. Все подписчики моего канала, я думаю, в курсе, что я работаю на микростоках, точнее на фотобанках. Это, по сути, одно и то же. Это площадки, которые позволяют дизайнерам, художникам, видеограферам и другим творческим людям продавать свой контент, монетизировать его. И там эта байда уже давно в силе. То есть Соединенные Штаты, чтобы провести это нормально через юридическую свою базу, должны удерживать налог с компанией. Так как компания платит нерезидентам, гражданам других стран, они просят заполнить налоговые формы. Тем самым они не платят налоги за своих нерезидентов, а нерезиденты, то есть мы, авторы контента, должны заплатить налог в своей стране. И чтобы это все провести, им нужно заполнить все эти налоговые формы. По сути, компания просто-напросто отдает все эти налоговые данные, которые в налоговых формах заполняют авторы контента, своим налоговикам. В данном случае в налоговую службу Соединенных Штатов Америки. И те это уже подшивают в какие-то свои папки, там, базы данных и прочее, прочее. Таким образом, компания, в данном случае Google, она освобождается от уплаты налогов за то, что мы тут что-то монетизируем в своих видеороликах. Если мы будем касаться микростоковых площадок, то там я продаю, например, векторные иллюстрации. И точно так же я заполнял все эти налоговые формы V8BN, чтобы не платить налог в пользу США. Но, соответственно, я должен платить налог в пользу своей страны, в данном случае России. Но, поверьте, это намного ниже, чем платить, допустим, вот здесь они звучали 24%. На самом деле, по законодательству он равен 30%. Тут я не знаю, почему именно 24% они написали. Может быть, что-то изменилось. Но если мы возьмем соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и США, то там значится графа 0%. То есть, заполняя налоговую форму, предоставляя свои налоговые данные, я США ничего не плачу. То есть, меня не должны никаких налогов удерживать. И на микростоках это именно так и работает. Я уверен, что для Google и для YouTube, для AdSense это будет работать точно так же. Но в своей стране я плачу налоги в соответствии с законодательством, которое в нашей стране действует. В конце этого видео я расскажу, собственно говоря, какие варианты уплаты налогов есть в России. Если вы из другой какой-то страны, например, из Украины, то у вас должно быть свое соглашение об избежании двойного налогообложения. Опять же, если мы берем пример с Украиной, то там это 10%, а не 0%. То есть, все-таки какую-то небольшую копейку они будут себе забирать. Также они предоставят один раз в год специальный документ. Такая же такая достаточно большая налоговая форма. Несколько листов. Либо по почте они ее присылают, либо в электронном виде. И ее можно распечатать и попробовать как-то сунуться в налоговую местную и попытаться сделать возврат налога уплаченного. Чаще всего наши налоговики от такого отмахиваются. Типа этот документ не имеет юридической силы и как-то пытаться их пробить практически невозможно. Но в данном случае для России это все-таки 0%, и поэтому мы никуда не суемся. Для других стран там народ, как я в курсе, даже ничего не пробовал. Может быть в Европе где-то прокатит, где с этим уже как-то на короткой ноге со всеми этими электронным документооборотом. А вот в странах бывшей СНГ как-то все печально. Но так или иначе эти формы нужно заполнить, потому что без них деньги вам не отдадут. Честно заработанные на монетизации контента на Ютьюбе. И точно так же происходит и на стоках. Либо будут удерживать полную ставку вот этих вот 24-30%, что конечно же достаточно жирненько. Итак, в этом письме они тут дают ссылки на справочные центры. Вот еще в самом конце есть одна. Если по ним пройти, то там будет небольшая инструкция, где опять же много букв и рекомендации пройти в аккаунт от Сенсы и выполнить все по шагам. Так что переходим к следующей части моего видео, именно каким образом нужно заполнить налоговую форму V8BEN в аккаунте Отсенс. Идем туда, собственно говоря, в наш любимый Отсенс. Адрес вы можете увидеть выше, если вдруг там ни разу не были еще. Переходим на вкладку платежи. Там сразу, кстати, на вас вывалится куча всяких объявлений. Вот вы видите, важно, проверьте, нужно ли вам предоставить дополнительную налоговую информацию. Будет еще колокольчик гореть красным цветом, что к вам пришло оповещение, что нужно налоговую заполнить. Если вы прокрутите вниз, там будет пункт настройки. И в этих настройках вы можете нажать кнопочку управления настройками. Либо нажмите на любое из оповещений, вас переадресуют в ту же самую степь. Вы попадете в настройки вашего аккаунта. Там крутим в самый низ. И видим такую строчку. Форма с налоговой информацией. Соединенные Штаты. Нажимаем на эту строчку. И вы увидите раздел изменения налоговой информации. Там вы должны нажать синюю кнопку. Добавьте налоговую информацию. У вас появится форма для входа в ваш аккаунт Google. Нужно заново залогиниться. И вы попадаете в раздел налоговой информации США. Обратите внимание, что в самом начале написано, что нужно все заполнять на английском языке. Несмотря на то, что весь интерфейс на русском. Когда я заполнял налоговые формы на всех стогах, та же самая петрушка. Все должно быть на латинском. Ну, латинскими буквами, либо цифрами, либо на английском. Так что, ваше имя и фамилия вы заполняете так, как у вас написано в загранпаспорте. Если у вас загранпаспорта нет, то возьмите любую карточку от любого банка. Я думаю, она у вас уже есть. И там тоже будет ваше имя и фамилия на латинице. То есть, вот так вот вам нужно заполнить свои личные данные. Для примера я взял такого мифического Иван Иванов. Самым первым шагом нам нужно отметить физическое лицо. Далее нажать кнопку «Далее». Ну, это автология. Далее нажать кнопку «Далее». Следующим пунктом мы отмечаем, что наш Иван Иванов не является гражданином или резидентом США. То есть, мы никакого отношения к штатам не имеем, не живем там, у нас нет никакой там карты, паспорта, не паспорта и прочие дребедения. То есть, ставим «Нет». Нажимаем «Далее». И нам предлагают выбрать налоговую форму. И для физических лиц, зарегистрированными за пределами США, то есть в какой-то другой стране, в данном случае в нашей родной России, нужно заполнить налоговую форму V8BEN, то есть отмечаем ее родимую. Нажимаем «Далее». Нажимаем кнопочку «Заполнить налоговую форму V8BEN». Попадаем в следующую форму. Здесь пишем имя и фамилия на латинице. Затем выбираем страну, гражданином которой вы являетесь. Она будет на русском языке. Не смущайтесь. Форма автоматически будет заполнять в итоге документ в PDF-формате, и там страна будет уже на английском. То есть те варианты, которые уже заготовлены, которые можно выбрать в списке, они будут на русском языке. Все, что вы набираете с клавиатуры, должно быть на латинице, на английском. Крутим ниже и видим такой пункт «Индивидуальный номер налогоплательщика». Здесь нужно вписать ваш ИНН местный, вашей страны. ИНН – это такой номер, который выдает налоговая, если у вас его вдруг нет. Так что, если вы не являетесь счастливым обладателем идентификационного номерного налогоплательщика, вам нужно пойти в вашу налоговую и получить его. Итак, заполняем номер, нажимаем «Далее». Следующим пунктом нужно ввести свой адрес. Опять же, выбираем в списке стран «Россия» либо свою страну. Вот эта верхняя галочка «Адрес постоянного места жительства-абонентский ящик». Ее ставить не надо. Это если, типа, вы нигде никак не живете и вдруг на птичьих правах по какому-то адресу присутствуете, вот тогда вот эту галочку вы должны поставить и предоставить какие-то документы, что вы находитесь по данному адресу и вы там есть, имеете право там быть. Если вы просто живете, у вас есть регистрация где-то как-то, то выбираете вашу страну и пишите адрес. Первая строка адреса. Сюда мы вписываем улицу. В своем примере я выбрал такое название как «Солнечная». Вы, соответственно, пишите свое реальное название вашей улицы. Если вы не знаете, как ваша улица пишется латинскими буквами, то опять же воспользуйтесь Google. Попробуйте там повбивать название своей улицы, поискать перевод. Можно еще в Google Translator такой трюк провернуть. Вторая строка адреса – это номер дома-квартира. То есть в своем примере я ввел номер дома 1, квартира 42. Просто пишем через черточку 1, 42. Следующим пунктом пишем город. Например, Томск. Вы, соответственно, пишете свой собственный город, в котором живете. Крутим ниже и видим выпадающий список область. Его нужно раскрыть и выбрать ту область, в которой находится ваш город и вписать индекс. Опять же, где найти индекс, я думаю, вы знаете. Сходите на почту и воспользуйтесь, опять же, поиском в Google или в Яндексе. Возможен такой вариант, что тот город, в котором вы живете, и та область, ее нету в предложенных вариантах. Как вам поступить в этом случае, я не знаю. Когда мы на стоках заполняли подобные формы, похожие штуки случались. То есть, где-то что-то система подглючивала и не давала выбрать область, либо вообще не показывала такого района. То есть, база данных не полная. Но если вдруг у вас подобный затык случится, то, скорее всего, вам нужно писать в поддержку. И как-то просить их расширить список, дополнить его. Либо на свой страх и риск указать там соседнюю область. Может быть, прокатит. Но так или иначе, все данные должны быть точные. Вы когда данную форму заполняете, вы обязуетесь, что предоставляете точную информацию, которая соответствует действительности. Ниже просто поставьте галочку. Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают. Если вы, например, живете где-то на съемной квартире, но вы зарегистрированы у родителей в другом городе, то вы можете заполнить два адреса. Соответственно, адрес вашей регистрации и адрес вашего какого-то там временного проживания. Едем дальше. Следующий пункт. Соглашение об избежании двойного налогообложения. Так как у страны Россия заключено соглашение об избежании двойного налогообложения с Соединенными Штатами Америки, то я выбираю пункт «Да». Возможно, есть какое-то количество стран, у которых нету таких соглашений со Штатами. И тогда, если вы гражданин такой страны, вам придется выбрать «Нет». В этом случае вы видите, что написано в пункте «Нет», а именно они будут с вас драть полный налог в размере 30%. Как я и говорил, в соответствии с законодательством так и есть. Почему-то в письме они написали 24, не знаю почему. Узнать, является ли ваша страна счастливой обладательницей договора об избежании двойного налогообложения с Соединенными Штатами, ну, это, думаю, можно устроить в поисковой машине. То есть зайдите, опять же, в тот же самый Google, Яндекс и попробуйте попробовать в вашу страну, есть ли у нее договор об избежании двойного налогообложения с США. Когда я на стоках подобные документы заполнял, там они предоставляли справочную информацию, и можно было в список стран посмотреть. Насколько я помню, у Украины это 10%, у России 0%, у Белоруссии, по-моему, тоже 0%, хотя, может быть, по каким-то пунктам 10%. В общем, у каждой страны там своя свадьба. Когда вы поставили галочку, что являетесь резидентом страны, с которой США заключено в соглашении об избежании двойного налогообложения, выбирайте свою страну. В моем случае это Россия. Крутим ниже. Тут будут три галочки, три чекбокса. Первый из них сервис AdSense. Нужно его выбрать и в выпадающем списке выбрать пункты, по которым ваш налог будет понижен. В моем случае система предложила статья 6.1 и 0% по налогам. Ниже такой целый здоровый абзац. Почему данный гражданин попадает под действие условий соглашения, а потому что, потому что, бла-бла-бла, и вы просто ставите галочку. Потому что положено ему. Следующий пункт. Это так называемый Motion Television. В русской версии они назвали его кинематограф и телевидение. Здесь, опять же, в выпадающем списке доступен статья 12.1 и 0%, что я и выбрал. И дальше такой же, собственно говоря, абзац, что вам этот пункт положен, что вы достойны понизить свой налог до 0%. Ставим здесь галочку. И третий пункт. Авторские права в других сферах. Здесь то же самое. Статья 12.1 и 0%, то есть налог с нас сдирать не будет. И ставим галочку, что мы достойны этой нулевой ставки. Нажимаем далее. Появляется такое вот финальное окошко. Здесь можно посмотреть, как будет выглядеть итоговый документ. Все три ссылки можно будет открыть. В отдельном окне откроются PDF-ки. Там все будет заполнено. Все формы V8BN. Все ваши данные. Единственное, что вы можете сделать, это внимательно все проверить. Нигде ли вы не накосячили. Может быть, какие-то неправильные буквы, неправильные цифры ввели. Соответственно, ставим галочку, что я подтверждаю, созданные налоговые документы были проверены мной. И заявлено, что сколько мне известно. Проверен союз. Ой, как много прям. Чувствую себя настоящим юристом. Нажимаем далее. Нам открывается раздел подпись. Подпись здесь самое, что ни на есть обыкновеннейшее. Это имя и фамилия. В моем примере, это Иван Иванов. Вы пишите свое имя и фамилия точно так же, как вы указывали в самом начале формы. Не перепутайте местами, не ошибитесь хотя бы одной буквой, должно совпадать. И выбираем пункт. Да, мое имя указано в разделе подпись, и я подписываю эту форму от своего имени. Нажимаем далее. Обычно на этом заполнение налоговой формы заканчивается, но здесь какой-то есть пункт еще 6. Отчет о деятельности оказания услуг на территории США. Здесь в очередной раз вам нужно отметить, что вы никак не связаны с Соединенными Штатами Америки. У вас там нет гражданства, никакого вида нажительства, никакие договора вы там ни с кем не заключаете, никаких услуг не оказываете. В данном случае здесь все на Google списывается. То есть вы не являетесь сотрудником Google, допустим, вы не являетесь резидентом Соединенных Штатов. То есть опять выбираем «нет». И ставим галочку «Я подтверждаю, что услуги для компании Google и ее партнеров будут предоставлены исключительно за пределами США». То есть в Штатах мы никакой деятельности не ведем. Ниже еще два пункта. Один из них гласит «Я предоставляю налогу информацию для нового или существующего платежного профиля, который не использовался для получения платежей». То есть до этого вы через AdSense никаких платежей не получали. То есть у вас новенький такой AdSense, зелененький, неиспользованный. Если так и есть, то ставьте первый пункт. Если же вы получали уже платежи через AdSense, то выбирайте пункт номер 2. А именно «Я предоставляю налогу информацию для существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей». Именно этот пункт я и выбрал, потому что я уже деньги выводил разочек. Так скажем, а может быть даже два. Соответственно, в очередной раз лепим галочку, что «Осознавая ответственность до предоставления заведомо ложных сведений, я заявляю, что предоставленные здесь данные и свидетельства за исключением информации ниже не изменялись с 1 января 2020 года». Это важный момент. То есть, если вы уже получали платежи и, соответственно, ответили пункт номер 2, как у меня в моем примере, то вы должны поставить эту галочку. Если ваши личные данные изменялись с 1 января 2020 года, вы должны указать эти изменения. Например, вы девушка и вы вышли замуж. И в этот период в связи с замужеством вы поменяли имя и фамилию. Эти изменения нужно здесь отразить. Вы могли поменять свой адрес. Эти изменения тоже здесь нужно отразить. В моем случае никаких изменений с адресом, с фамилиями, с прочими вещами не было, поэтому я поле оставляю пустым. Вы же, если, не дай бог, у вас что-то поменялось, умудритесь здесь что-то написать, что вы поменяли в своей жизни, и все будет хорошо. Нажимаем кнопку «Отправить». Все, появляется итоговое окошко, которым у вас должно быть написано, одобрено, все хорошо, все зелененькое. И также на вашу почту придет вот такое письмо. Ваша налоговая информация подтверждена. Здесь вас поздравят, что все замечательно. Теперь вы можете своевременно получать средства и платить применимые к вам налоги по корректным ставкам. Обратите внимание, что для этого платежи в вашем аккаунте не должны быть приостановлены по другой причине. А баланс в нем не должен превышать минимальный пророк выводов. В общем, все замечательно. В моем случае получилось по нулям, по всем трем пунктам. Что это значит? Это значит, что с того дохода, который получают у Ютуба, налоговой службы Соединенных Штатов Америки, налог взимать не будет. Но я, как резидент своей страны, в соответствии с законодательством России, должен заплатить налоги на своей родине. Как это можно сделать? Есть два способа. Первый. Зарегистрироваться как самозанятый. Наверное, самый простой и самый доступный способ. Вы можете установить приложение на свой смартфон, телефон, айфон или что там у вас в кармане вибрирует. Приложение называется «Мой налог» и через него указывать все поступления, которые к вам прилетают от Ютуба. В соответствии с законодательством нашей страны, с вас будет высчитываться налог в размере 6% за такие доходы. Счет на оплату налога будет автоматически выставляться каждый месяц. Ну, соответственно, если у вас есть какие-то поступления. В приложении можно привязать карту и через нее достаточно удобно оплачивать данный налог. Второй способ. Вы можете зайти на официальный сайт налоговой службы России налог.ру и раз в год там заполнять налоговую форму 3НДФЛ. Если вы когда-нибудь, например, пытались вернуть себе налог за покупку недвижимости, за обучение, либо за лечение, допустим, зубов в поход к стоматологу, то вы наверняка подобную форму заполняли. И вот помимо возврата налога в этой форме как раз и указывается налог на доходы, те или иные. И один из пунктов в этой форме это налог от иностранных организаций. И когда не было такого статуса как самозанятый на нашей родине, через 3НДФЛ как раз все микростокеры свои налоги и уплачивали. Сейчас, если вам очень приспичит, в принципе, вы можете точно так же заполнять 3НДФЛ и через нее налог платить. Но тогда он будет выше, а именно 13%. Единственный бонус в данном случае это вы можете сделать возврат налога. Опять же, если вы покупали недвижимость, квартиру, проходили обучение, либо лечение. Также есть различные варианты с инвестициями. Если у вас есть инвестиционные счета, то при определенных условиях там можно сделать хороший возврат. Это вам уже непосредственно в банке могут объяснить, где вы открываете инвестиционный счет, либо у брокеров поинтересуетесь. Но, на мой взгляд, самый простой способ, чтобы не заморачиваться, это регистрироваться как самозанятый. А 3НДФЛ, если уж и заполнять, то если у вас реально есть вариант с возвратом налога. На этом у меня все. Спасибо большое, что потратили чуточку свободного времени, посмотрели это видео. Надеюсь, что оно оказалось полезным. Заполняйте налогу и формы, зарабатывайте деньги, не забывайте заплатить налоги. Удачи в ваших творческих начинаниях. Пока-пока.